Здравствуйте, друзья мои! 14 ноября 2023 год. В этом 2023 году, летом, вот здесь на правом поле у нас были маточники. Вон там вдали фрагментарно не дочистили, не удалили. То, что удаляли, вот куча лежит, повынесли. Собрали всю рассаду, горшки с рассадой. Мы унесли, вот там у нас такие доски белые, это каркасы для укрытия агроволокном, готовим к зимовке. Рассад у нас зимует, горшки выставляются плотненько поверх земли, хорошо поливаются, если нет осадков. Если есть осадки, не поливаются, ставится каркас, а потом по каркасу набрасывается несколько слоев спамбунда. А вот на этом поле была высажена рассада. В этом году я ставила себе цель, потому что каждый год сапожник без собок. И закрываем рассылку, и где-то середина октября, конец октября, то начало ноября мы все продолжаем, если еще земля не замерзла. Бывает, посадим, а на следующий день не ложится снег и мороза. Соответственно, в этом году была цель поменять эту практику. И я знала четко, либо я должна высадить рассаду до начала рассылки, а начинаем мы отправлять в начале сентября, либо потом я вообще никак не успею, потому что буду полностью занята рассылкой, и времени не будет. Поэтому нужно было в конце августа высадить рассаду. И в этом году высадили мы ее пораньше. И за счет того, что мы ее высадили пораньше, она даже тут умудрилась накидать усов. Вот такая паразитка. Вот, розетки развились и даже разрослись рожки. Вот, в зависимости от сорта, видите, даже сколько это посажено, где-то числа 20 августа мы ее посадили. И вот, в зависимости от сорта, где-то нет усов, да. Опять же, где-то сильный рост, где-то, вон, видите, какой слабенький рост. Это все сортовые особенности. Кто-то уже кинулся, кто-то не кинулся. Ну, вот как-то так. Но, за счет того, что мы ее высадили в этом году пораньше, она, конечно же, лучше укоренилась, укрепилась. И будет очень хороший урожай. Если зимовка пройдет благополучно, нас еще впереди ожидает, конечно же, зимовка, вот, то будет очень хороший урожай. Поэтому, если мы сажаем пораньше, мы получаем прям практически полноценный урожай. Если мы сажаем поздней осенью, мы получаем урожай, но он не фантастический. А при ранней посадке, то есть летом, когда успеваем посадить, урожай может быть фантастическим. Потому что уже здесь по нескольку розеток сформировало, не розеток, а рожков. Розетка сформировала уже несколько рожков, то есть сердечек. Вот раз, два, три, четыре, там до пяти сердечек. Соответственно, будет много-много-много цветоносов. А это вот то, что мы убрали. Чуть-чуть в хвосте не дочистили. Почему? Потому что уже был такой зазимок, лежал снег несколько дней, земля была заморожена несколько дней. Это вот в обракованной горшочке, что-то где-то не прижилось. Еще не дочистили, если там практически все почистили. Здесь вот еще нужно дочистить. Сегодня смотрела погоду. Уже с 17-го обещают нам зиму. Все, придут морозы, холода, ля-ля. Поэтому уже не выдернешь кусты. Надо все это убрать, собрать поливные системы, скатать. И не успели, потому что не хватило времени, что не успели? Дочистить, скатать агротекстиль и вспахать под зиму. Не успели, но ничего страшного. Что не успели сейчас сделать весной? Сделаем. И весной здесь будет как можно раньше обработана земля и посажен сидират. А осенью, здесь мы берем рассаду, а здесь мы запахиваем сидират и в конце лета, в начале осени сажаем молодую рассаду. Вот таким образом. Каждый год у нас меняется местами. Двухпольная система – это не самая лучшая система. Но, к сожалению, нет возможности иметь трех- либо четырехпольную систему. Если у вас такая возможность есть, то в идеале иметь четырехпольную систему. То есть на первом поле вы посадили рассаду, она у вас плодоносит первый год. На второй год вы на втором поле сажаете рассаду. Она у вас, когда это плодоносит второй раз, это плодоносит первый раз. А на третьем поле вы на третий год удаляете рассаду, а четвертое поле стоит, отдыхает либо под черным паром, либо под сидиратами. И таким образом у вас каждый год одно поле там трехлетняя рассада, одно поле у вас там двухлетняя рассада, одно поле однолетняя рассада. И одно поле, все лето был пар, либо сидират, потом с месяца пар, и осенью засаживается молодая рассада. Клубнику сажать лучше всегда, ну в средней полосе, не могу сказать за другие более холодные регионы, а в средней полосе всегда лучше сажать осенью. Это моя практика подтверждает многократно, высаженная даже самой ранней весной рассада гораздо хуже развивается, чем высаженная даже самой поздней осенью. Несмотря на то, что да, есть риск, у нас бывает подмерзание, вся клубника выдерживает без снега до минус 15 градусов. Мне спрашивают, какая морозостойкость, а какие у вас морозы по голой земле? Вот чтобы совсем-совсем, у нас до минус 25, снега нету, целую неделю шпарит минус 25, землю рвет. Вот, ну тем не менее, вот в такие зимы, да, бывают выпады, подмерзания, бывает вообще может вымерзнуть вся клубника. Такое тоже бывает, поэтому мы обязательно оставляем себе в хранилище все сорта, резерв на всякий случай на весну. И если она вдруг у нас вымерзнет, чтобы я весной могла из рассада, которая была в хранилище, восстановить маточник. Если же у меня ничего не вымерзло, весной может внезапно появиться сорт в продаже, который заканчивался. Когда это появляется? Это мой резерв страховочный, выставляется на продажу после весенней ревизы маточника. Это, как правило, у нас снег уже к 10 апреля сходит. Я вижу, что ля-ля, хорошо мы перезимовали или плохо, и, значит, могу вот эти вот резервные растения выставить на продажу. Потому что они мне не нужны, в них не возникла необходимость. По укрытию на зиму, если есть возможность замульчировать розетки еловым опадом, будет шикарно. Вот розеточку присыпать вокруг еловым опадом, это будет шикарно. Для нее прекрасно много не надо, вот горсточку, жминечку вот так вот, прям под листочки, и даже сверху, если упадет, вот здесь вот такую вот подушечку сделать, это будет хорошо. Хорошо, если у вас выдувается снег, накидать какие-то растительные остатки, там малину обрезали, ежевику, еще что-то на даче, где-то, если такие места, что все-таки плохо задержаны, может быть, сорняки какие-то, но сорняки могут насеять семенники, поэтому это не очень хорошо. Но тем не менее, как вариант тоже можно, набрасываем что-то, если есть лапник, набрасываем лапник, чтобы у нас было снегозадержание. Если у вас есть возможность закрыть спонбондом, шестидесятка, лучше белый, вот, можем накрыть, пожалуйста, значит, спонбондом. Но в этом случае, в этом случае, если накрываем спонбондом, то лучше поставить либо небольшой каркасик, либо, знаете, как вариант вот эти вот пластиковые болейки, которые можно в магазинах, в пятерках, в магнитах из-под фруктов как-то раздобыть, вот, либо деревянные какие-то старые ящички, и вот через какое-то расстояние по грядочкам раскидать и сверху накрыть. Привет, собака! Ух, привет! Вот, и, соответственно, когда закрывать? Когда устойчивая холода минус 5 и ниже. Минус 5, минус 10, стабильно, без оттепелей, без ля-ля. Вот, закрываем. Шестидесятка – это минимум. Если тоньше агроволокно, тогда лучше два слоя. Не выпривают под ней рассады, она под ней дышит, и за счет того, что вы какие-то корзинки раскидаете, она будет немножечко вот там создавать такой микроклимат, такой небольшой туннелек. Если есть у вас какие-то дужки, можно дужки воткнуть, но невысоко, не надо большие дуги ставить, это совершенно не нужно. И даже вредительство будет. Почему? Потому что если у вас упадет вот такой снежок, то вот с вашего полога из агроволокна снег сползет, и рассада окажется гораздо хуже, чем если бы она была накрыта вот 5 сантиметров припорошена снежком. Поэтому здесь вопрос такой очень щепетильный. Какая у вас зима? Устойчив ли у вас снежный покров? Сколько у вас снега? Какие у вас температуры по голой земле? Вам нужно либо знать это из своего опыта, либо посоветоваться с тем, кто давно выращивает, либо понаблюдать как-то, какую-то статистику собрать. Поэтому это может быть излом, если с нее снег сползет, да, вот вокруг будет снег лежать, понимаете? Здесь вам нужно сказать самый главный момент. Утепляет не пленка, не агроволокно, не агротекстиль, не тряпки, шибалы и так далее. Утепляет земля. Все тепло у нас идет от земли. Сверху у нас идет холод в холодное время года, а снизу у нас идет тепло. У нас раскаленное ядро, раскаленная магма. Тепло хранит земля. Вот она земля, вот она хранит тепло. И когда сверху натрушила снежку немножечко, снег является одеялом, теплоизоляционной подушкой, которая сохраняет поднимающиеся из земли... Не надо мне сейчас говорить, что земля промерзает, ля-ля. Она все равно гораздо теплее, даже промерзшая земля гораздо теплее, чем спускающийся сверху мороз. Понимаете, да? Поэтому, когда мы ставим какие-то высокие дуги и натягиваем, значит, агроволокно, но у вас нет хорошего снежного покрова, у вас потом всю зиму будет скатившийся вот так снег, и вот это тоннель из агроволокна, продуваемый постоянно всеми морозами и ветрами, то клубники будут хуже. Тогда уж не надо делать как лучше, сделайте как всегда. Поговорка есть такая. Хотели как лучше, получилось как всегда. Поэтому обязательно учитывайте, что тепло идет от земли. Наша задача – это тепло закрыть сверху каким-либо одеялом. И если мы закрываем агроволокно, имитируя снег, то у нас должно оно лежать вот как-то низко. Почему нельзя прям на сами розетки, но они немножко приплющиваются. Ничего критичного, криминального нет, но мне не очень нравится вот прям контакт, когда придавливается потом снегом, поэтому какие-то коробки раскидать, либо даже вот кирпичики, ну кирпичики я бы не советовала раскладывать прям в рядах, потому что они тоже как отражающий элемент работают. А вот деревянные или пластиковые ящички, либо горсть вот этих вот самых елового опада будет очень-очень даже кстати. Вот, если у вас минус 10, минус 15 и нападал снежок хотя бы 5 сантиметров, не бздим, все нормально будет, все уже будет хорошо. Эти даже 5-7 сантиметров припорошенный снежок уже являются той теплоизоляционной подушкой, потому что самой высокой теплоизоляцией, которая не дает испаряться теплу, которая улетучивается, которая поднимается от почвы, является сам снег. Снег – это самое надежное теплое укрытие, теплое одеяло природное для нашей земли матушки и для всех растений, которые на ней растут. Давно я не выходила в эфир. Вот, всем хорошего дня, хорошего настроения. Готовиться и настраиваться на самую лучшую, фантастически сияющую зиму. Вот, пусть у вас все получится, пусть все прекрасно перезимует. Успеть все дела, вот, у кого еще не наступила зима. Ну, а у кого наступила зима, настраиваться, строить планы на новый сезон, отдыхать, восстанавливаться. И удачи! Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok